так еще раз всем добрый день кто с нами здесь на твиче начинается следующий матч у нас играет трамп конечно же такая личность его нужно показывать и против него сегодня кринкл стайл поэтому игрока я ничего не знаю но видимо показывают именно матч с ним только из-за трампа посмотрим сможет ли он себя показать предыдущий оппонент обыграл своего звездного товарища страйф крон ну посмотрим что у нас здесь будет как я понимаю это обычный воин контроль наверное хотя может быть и патрон еще в принципе против за улока есть огняная секира поэтому будет чуть больше возможности выиграть погасит он раннюю агрессию да действительно здесь нужно разыграть ползуна ползун не сможет умереть так просто ну что армор смитзы смотрится вполне себе отлично она смотрится в темп она легко не умрет и сможет подконтролить мелких существ возможно даже мелких пауков в дальнейшем просто кринг стайлс так крепко задумался что же ему делать ну что нужно теперь здесь разыграть педлера и смотреть что же выпадет с него бортал койл и все дальше засмотреть даже не нужно ну импан разыграть здесь по мане нужно все-таки вторая огняная секира как я понимаю уйдет в него слэм слэм да это кстати патрон воин но слэм можно сейчас и потратить на самом деле почему бы и нет раннюю агрессию погасить держать слэм только ради добора это такая себе не самая лучшая идея да действительно слэм уходит и армор смит ну можно в принципе удариться даже паука на так и делает у нас другой стороны биться паука может быть и не лучшая идея потому что мог бы выйти жонглер ну такая уже история везет трампа у нас с импло уже на выпадает он на нужное количество урона ну что каркронский воин здесь смотрится не так уж и классно да есть рывок но тратить его пустую не очень-то хочется поэтому возможно здесь придется сыграть околита и собственно закончить ход ну это топдек даже и говорить нечего единственное что может быть здесь есть все таки смысл разыграть у нас сову в принципе колит в партии именно против патрона это как раз таки та цель на которую можно потратить здесь сову не стоит давать патрон выбирать даже даже одной карты да так играет трамп классная игра действительно много много зависит от того насколько качество карт он будет в руке у патрона тяжело ему добирать все новые и новые карты если не зайдет battle rage а вот теперь уже каркронский воин смотрится гораздо лучше он сможет выйти под брана и вот этот околит уже под салом сможет разменяться с совой ну собственно экзекьют и конечно потрачены не будут не знаю чем все думает как ставил в принципе у него один ход может задумывает какие-то вещи наперед да вот каркронский воин вылетает и разбивает он паука не сову почему он разбивает паука без раскрутки в руке это интересно интересный такой ход наверное от него если честно до конца его не понимаю ну возможно на будущее хочет разбить возможно хочет помочь трампу выставить гигантов как-то слабовато смотрится тот ход ну да ладно все таки сову по моему было убить получше совсем не заходится эти патрону здесь сейчас два патрона уже в руке я бы сейчас даже одного выставлял держать их бессмысленно хоть какой-то стол должен быть да патрон смотрится ужасно и мы как видим то что он умриотно если он сейчас выйдет на стол потому что есть и гармок и волк собственно даже переполняющий мощь поможет убить на крайний случай но все же я бы его выставил пропускать ход слабовато это уже автоматически будет gg так хоть какой-то шанс на действительном вставляет патрона трамп радуется смотрите на него лицо такое . веселая ну что тут нужно решить как именно получше справиться этим патроном это не так то просто если вызвать в жк волков и собственно ударить ганг боссом то он даже не создаст еще одного маленького импа ну да тут уже принципе все равно на самом деле практически все равно может быть волк даже решается играть вот так чтобы разыграть впоследствии так 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 интересно 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 я здесь летал пропустил на ну да видимо просто это же я ну поэтому я там и не сижу черт возьми действительно пропустил летал классно классно трамп придумал мне даже голову это если честно не пришло круто класс да золок обыгрывает у нас патрона и причем довольно легко защиту патрона можно сказать что крайне крайне там не зашло просто дикий не заход что уж говорить не повезло немножко у нас патрона ну ждем следующей партии посмотрим сможет ли реабилитироваться нас оппонент трампа оставляя кстати он патрона и против друида патрон смотрится как мы знаем вполне себе отлично посмотрим посмотрим оставляет армор смит жаль нет оружия для патрона она бы здесь очень сильно пригодилась один будет рост разумеется можно и убрать ну что неплохая рука у друида в принципе у патрона тоже не так все плохо есть две армор смит даже гуля пришла ранее да наверное кто-то будет матч поинтереснее не пойдет нам одну калитку просто пока играется армор ап здесь будет wild gross в ответ ну что нужно все таки начинать разыгрывать какие-то карты армор аппетса не стоит возможно сделать ход мармор смит это не так плохо будут какие-то статы на столе да карин стайл просто ну очень долго думает особенно третий маня прям как новый лайф коуч только никому не известный трампу явно весело в хорошем расположении духа улыбается но чего не улыбаться да действительно до фитиля у нас думает патрон наверное хочет придумать действительно классный ход вот он придумывает выставить армор смит но стоило ли ради этого так долго думать вот крошер в ответ очень очень качественно выходит крошер особенно когда нет никакого оружия чтобы убить его второй раз вот так не заходят войну что поделать нужно как-то с этим справиться ну уже давай второй армор смит и гуля вот так и пригодились и статы на столе но все таки ход смотрится не очень-то и мощно потому что берсеркер сейчас не стоит не хочет у нас тратить трамп кипера чтобы засадить эту гулю и просто забрать крошером армор смит выставляет очень и очень-очень плюс а то риса на сейчас две лорницы станут дешевле уже на следующий ход одна из них за высокой долей вероятности выйдет на стол ну вот и дезвайт поздновато конечно но приходит ну наверно его в любом случае сейчас нужно брать в руку и разбиваться аптурисана и выставлять бесплатного пирата вот этот вот этот ход не очень хороший потому что может выпасть таунт из крошера сразу разбиваться об крошера было наверное ошибкой потому что вышел бы сейчас таунт его бы невозможно было бы зачистить тогда тогда это было практически автоматическая гг потому что второй ход стоял будто у рисан но это было смотрелось очень и очень нехорошо ну что лорница лорница смотрится великолепно просто великолепно добор сейчас будет полная рука у друида мы знаем если у друида полная рука то матч будет довольно таким простым ну что оберси берсерк даже вот так сразу берсерк покоцает его и не разобьет так я просто не особо тут понимаю почему он сразу не разбил паука видимо все таки игрок не самый сильный здесь у нас на кринг вот это кринг кринкл стайл и в первом матче у него были какие-то такие небольшие мисплеи если я не ошибаюсь здесь он не показывает хорошую игру как-то вот все не спло почему нужно оставить этого паука почему пиратам сейчас не подбить его вот это вот мне непонятно причем пират бы также выжил впоследствии ну очень странно да тратит у нас размах собственно еще и хватает маны на крошера и пустой стол нужно топдекать топдекать и только топдекать надо брать без байт разбиваться крошера ну что и выставлять околита если там будет еще существо с тремя атаками то это будет вообще печально даже очень печально может быть даже околита придется сохранить до следующего хода чтобы потом с раскрутками его выпустить опять кринстайл сильно задумался задумывается он над ходами над которыми в принципе задуматься то и не нужно просто особо выхода другого то нету так долго думает а еще и мисплеи какие-то делает ну странновато выходит у нас калит все-таки и сразу же сразу же разыгрывает раскрутку топор это было сильно это было сильно я сейчас пытаюсь найти какие-то логичные ну как-то зачем не да сбай теперь не в руке десбайт бы смотрелся очень круто да тем более действительно сейчас может выйти просто бум а раскрутки уже не будет то есть бум как мы знаем не очень хорошо смотрится когда в руке активированы десбайт то есть могу так сыграть на упреждение ну ладно сыграл как сыграл собственно наверное сейчас будет размен и собственно этот бум и выйдет и будет небольшое наверное удивление что так может быть кринстайл кринкл стайл наверное уже не услышим мы уник никогда ну что слэм в бума давай экзекют уже надо тратить как бы сейчас пригодилась эта раскрутка с этого десбайта я просто смотрю на этот стол и крошер с одним хп ну крошер бы не был с одним хп разумеется если бы ну тогда десбайт крошер бы вообще не было бы сразу бы умер от этого укуса выходит огниная секира ну что огниная секира здесь бесполезно если он сейчас десбайт не возьмет это будет просто провал ну что в лицо опять до фитиля думает тяжело с этим парнем разбивает он бомбу вот так он решил и нервы и тратит что это за игра что это я просто извините меня я пытаюсь найти разумные какие-то решения разумные действия почему так происходит и вот совсем не понимаю видимо вот у меня совсем другое видение игры кринкл стайл выдает что-то сегодня невообразимое просто трамп его рушит друидом у которого 7 карт в руке и он думает до фитиля и пытается найти наверное какое-то решение проблем всех ну и здесь тоже наверное нужно подумать как бы ударить укусом об дерево а потом потратите на рейдж и выпустить каркронского воина в лицо вот это надо все обдумать сейчас по сути по сути уже шансов на победу ну вообще никаких нету и наверное ну не знаю тянет время возможно изучает колоду трампа по максимуму если он ее раньше не видел трамп улыбается понимает что что-то неладное случается влетает каркронец что каркронец разобьется об дерево и просто получит ну меньше урона да не тратится на рейдж тратит место и на рейджа у нас каркронца ну такой себе выбор может быть и правильный берет даже фьюри в руку сразу же тоже какой-то странноватый ход друиды все-таки нынче играют у нас некоторые харрисона и когда в руке оппонента аж 8 карт там есть шанс что там будет харрисон ну в общем ладно хватит гнобить мужика не зашло ему действительно и вначале мы виделись что у друида был неплохой старт и тут все могло быть и иначе если бы был другой заход ну что азур дрейк смотрим что из него выпадает топ декается гнев ну собственно наверное будут разыграны разыграны еще одно существо или саплинги ну собственно и пропуск хода уже есть летал на следующий ход его сделал для себя трамп три существа то вполне достаточно достаточно даже двух даже если одно умрет ничего страшного не будет а вот и патрон да это гг 2.0 уже ведет трамп я не посмотрел какая колода последнего трампа надо будет сейчас это посмотреть интересно оставит ли патрона еще на один круг крикл стайл у нас махает головой понимает что да тут все плохо все равно не сдается терпит до конца терпит все унижения никаких консидов все по-мужски борода да и паладин остается у трампа о я не помню какими последними я давно просто смотрел матчи трампа я не удивлюсь если это будет мурлок паладин и что же у нас выберет на третий матч неужели оставят своего патрона еще раз но если не идет возможно есть какой-то что а не а не не а не Капитан.